Овны, всем привет! Всем доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш недельный Таро прогноз в период с 10 по 16 апреля 2023 года. Я взаимодействую сегодня с колодами Таро Фантом Вайс, упаковка перед вами и Ленорман Силуэт. Делаю акцент для тех, кто постоянно спрашивает, почему озвучиваю, либо почему не пишу. Да потому что для большинства людей это как бы не востребовая информация. Поэтому если вам это актуально, пожалуйста, пишите это в комментариях, что вы хотели бы обзоры тех или иных колод. Если будут набираться достаточное количество людей, кому интересна эта информация, я буду выполнять ваши запросы. Ну и в принципе в инфобоксе вы можете нажать кнопку еще, там будут ссылки или же в закрепленных комментариях на все расклады, которые характерны для вашего знака зодиака. Поэтому берите себе на вооружение. А мы с вами приступим. Позитив, негатив, совет от карт. Что же у вас здесь? Ох, слушайте, у вас прям шикарная неделя. Туз Пентакли, Колесо Фортуны, Умеренность. Ну стоит ли желать большего или лучшего? Однозначно, как мы видим по картам, это большой куш, большая прибыль, хорошие заработки, это подарки, это инвестиции. Для кого-то приобретение имущества, у кого-то в целом состояние покоя, потому что, допустим, вы находите работу, у вас новый источник дохода или наконец-то, знаете, открывается ваш финансовый канал. Как говорится, поперло. Да, поэтому вы здесь вообще в предвкушении счастья. Опять же, могут быть траты связаны с поездками, с перемещениями. Но это больше касается отдыха, потому что Колесо Фортуны и Умеренность, это отправиться на отдых, на восстановление сил, восстановление ваших ресурсов. Вообще, очень успешная неделя в плане, действительно, ситуации, когда вы закладываете фундамент на какой-то долгосрочный период. То есть, что-то планируете купить, приобрести, инвестировать и так далее. То есть, действительно, это идет во благо. Ну и в целом, может быть, неделя удивительных сюрпризов. Начиная от возврата долга, которым вы забыли, вам могут вернуть деньги. Или неожиданный для вас выигрыш, если вы играете в лотерею. Ну и в целом, карты показывают, что это могут быть подарки. Это может быть какая-то внезапная радость. Хорошо, смотрим мы тут ряду с точки зрения личной жизни. Если на текущем этапе вы у нас свободны. Что же здесь? Как мы видим, подбойки жезлов, это могут быть знакомства. Могу сказать так, без внимания вы здесь не останетесь. И более того, вы будете сидеть созерцать. Будете на выборе, с кем знакомиться, с кем оставаться в отношениях, а с кем нет. Пока что с вашей стороны каких-то серьезных действий я не вижу в плане построения стабильных взаимоотношений. Поэтому здесь знакомства из разряда дружеских. Если же вы у нас в любовных треугольниках, это оказаться в созависимых союзах. Почему? Потому что здесь для многих, но не для всех, перевелирующим фактором будет финансовая составляющая. Если, допустим, партнер или партнерша вам оказывают финансовую поддержку, как вам, допустим, было бы не сладко из этих отношений, отказаться от одного из партнеров вы будете не в состоянии. Или если, допустим, вы в статусе любовника или любовницы, а ваш партнер или партнерша не свободны, то здесь, несмотря на то, что вы понимаете, что там тонко и рвется, но будете стремиться эти отношения сохранить, потому что они вам еще удобны. Если же вы в стабильных союзах, то по девятке мечей это переживания и страхи. Сейчас посмотрим, с чем они у вас здесь сопряжены. Но из-за новых начинаний. Боязнь. А получится ли? А выгорит ли? Итак, у кого-то переживания и страхи, если вы в целом что-то начинаете совместно с нуля. Будет работа вашего партнера или вашей партнерши новая, или вы переезжаете на новое место жительства, новая локация, адаптация на новом месте, или просто какие-то изменения в статусе. Например, вы становитесь родителями, будете нести заботу. То есть неважно, что здесь за новые начинания, это стрессовый фактор. А получится ли? А вы тянете ли вы? А как это отразится на вашем взаимодействии, на вашем партнерстве? Могу сказать, что здесь все прекрасно. И все начинания, которые вы планируете совместно, они действительно будут иметь успех. Если будем смотреть ситуативно, работу и финансы. Для тех, кто у нас не работает и по ряду причин работать не может. Пас жезлов от адаптации на детей или финансовая помощь от старших, от зрелых детей. Ну, еще у некоторых это может быть краткосрочный заработок благодаря детям. Ну, допустим, вы няня, вы аниматор, вы педагог, вы репетитор, вы тренер и так далее. То есть здесь возможна подработка. Если же вы у нас соискатель, то по четверке чаш это такой некий период застоя и отчаяния. Почему? Потому что хочется комфортных условий и больше хочется пассивного источника дохода. И здесь это искать для себя именно не наемный труд, а вот пассивный заработок или работу на самого себя. То есть будете пока оставаться не то, чтобы в состоянии неизведанного. Умеренность это комфорт, вы себя ничем не нагружаете. Но тем не менее, туз Пентакли и колесо фортуны, это искать для себя эти новые источники дохода. Если вы у нас наемный сотрудник, то здесь по восьмерке Пентакли работа. И ваш труд, который хорошо и высоко ценится. То есть вас оценивают как профессионала своего дела, потому что по этим арканам это увеличение заработной платы. То есть оклада, получение премии, бонуса, может быть процентов от сделки. Но тем не менее, для вас здесь все успешно. Если же у вас свой собственный бизнес, то звучишь прекрасно. Это новый потенциал, это открытие нового. То есть у вас может быть идея, как открытие в целом нового бизнеса, так и допустим в текущем, добавить какую-то услугу или ряд новых продуктов, которые действительно вас, знаете, говорю, подхватят на ура и, как следствие, помогут вам развиваться и хорошо зарабатывать. По состоянию здоровья. Обращайте, пожалуйста, внимание на кишечник и на желчный. Особенно у кого камни в желчном, потому что по умеренности здесь нужно заняться вопросами желчного оттока и вообще соблюдения диеты. Смотрим с вами негатив. Что у нас здесь? Семерка Пентакли, шестерка Пентакли, пятерка Пентакли. О, прям к ряду вышли. Должна так вытянуть. Что могу сказать по этим арканам? Здесь ожидание ситуации, что кто-то вам может отказать или не помочь в кризисной ситуации. Боязнь остаться один на один со своими проблемами или остаться неудел. Опять же, боязнь, страхи заявить кому-то, что вам нужна помощь, поддержка. Не обязательно финансовая, хотя, может быть, и не без этого, но в первую очередь моральная. Когда кто-то, ну хотя бы, чтобы вас выслушал, поддержал, помог, подсказал. Вот здесь вы боитесь проявить эмоции, боитесь показать кому-то, что вы в кризисной ситуации, что вы в чем-то созависимы, что вам действительно нужна эта помощь. Потому что, ну, не хотите быть кому-то обязанным, не хотите, в принципе, кому-то обращаться за помощью, потому что это сильно бьет по вашей самооценке. А вот на самом деле этого делать не стоит. Потому что, если вам тяжело, наоборот, нужно в эту помощь просить. Опять же, по этим картам может быть таковы фактор, что кто-то к вам обратится за помощью. И вот здесь, как бы это ни странно, семерка Пентакли, шестерка Пентакли и пятерка Пентакли говорят о том, что внимательно занимайтесь вопросами благотворительности. Почему? Потому что можете оказать помощь тем, кто, ну знаете, как притворяется, не является действительно жертвой какой-то ситуации. Потому что семерка Пентакли, это как выжди. Опять же, собери всю информацию, обдумай, действительно ли тем, кто запрашивает у тебя помощь, она нужна. Потому что вот по тройке мечей, это может быть ситуация, которая разбивает вам сердце. То есть, допустим, мошенники, которые собирают деньги на какие-то нужды, а по факту эти деньги не доходят до людей, которые нуждаются. То есть вы, может быть, и хотите совершить благое дело, но может это сыграть против вас. Совет. Ну, по аркану влюбленные. Это радость, это эмоциональный подъем, это воодушевление, это карта партнерства. То есть строить союзы, дружеские, социальные, личные, мириться, устранять ссоры, устранять конфликты, идти на компромиссы, идти на сделки. Потому что здесь, благодаря единству с кем-либо, в паре, да, вы можете достичь намного большего, нежели самостоятельно. Поэтому не упускайте таковую возможность. Смотрим с вами неожиданность. Что здесь по факту? Неожиданность периода. Собака, башня и женщина. И дно колоды, видите, коса. Это ситуация, когда, говорю, вам нужна будет какая-то экстренная помощь. Почему экстренная? Дно колоды, коса, да. Но это касается каких-то госструктур. То есть подать куда-то заявку, получить справку, лицензию, что-то одобрить, что-то подписать. И, возможно, у вас, знаете, как по незнанию, или там нет опыта, связи, или понимание алгоритма, что зачем делать. То вот здесь вам эту помощь может оказать некая женщина. То есть подруга, знакомая, коллега, просто лицо приближенное к вам. Поэтому не стесняйтесь обращаться за помощью, если вам таковая нужна, и вам действительно окажут эту поддержку. И вы сможете выстоять. Поэтому прекрасная неделя, прекрасные карты. Пусть так и будет. Я вам искреннецы души этого желаю. Вам, конечно же, все перекрою позитивом. Но вы, пожалуйста, не забудьте черкнуть пару строк по прошествии периода. Если видео для вас было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых видео.